Всем привет, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в игру Lifeless Planet, проходить ее многогранную, интересную и ужасающую. Она местами жутковатая, честно. Местами она жутковатая. Так, а нам сюда или туда? Давайте посмотрим. Тут есть в принципе... А, тут кусты, и хер пройдешь, лады. Да, кстати, я нашел сообщение, на котором мне было сказано, что после того, как эти кусты наносят удар, по ним их можно касаться, трогать, ну, в общем, делать с ними все, что угодно. Потому что они превращаются, ну, типа, в окаменелость. И ничего страшного с нами не может произойти, после того, как они сделали свой... нанесли свой удар. Так что будем пользоваться, будем исследовать именно с этой новой частью геймплея. Хорошо. Так, есть кусты, и здесь мы идем сюда. С луч... луч солнца золотого темы скрыла пелена. И между нами снова вдруг выросла стена. Так, а у нас там что? Нет, туда я не допрыгну. Ясен перец. Здесь у нас... Ну-ка, выше меня убьет. А, он вообще не убьет, не ударил. А здесь я не пройду. Тут капец, капецкий. Ну-ка. Ну-ка, иди сюда. Ага. А, вот оно что, Михалыч. Обойдем так, как нам надо. А вот шарик. Зачем он нужен нам? Зачем шарик? А, погоди, погоди, погоди. Шарик. Ну-ка, погоди. Подожди ты, не падай. Ну, что ж такое? Ну-ка, это секретный проход. Сейчас посмотрим. Или шариком тем надо раздавить кусты. Ну, мы сейчас разберемся. Я думаю, что нет. Если он такой длинный и нас сюда ведет, значит... Кусты сверху. Вы видите, я вижу. А-а-а! Так я и знал. Это было больно. Это было очень, очень больно. Так, где мы? О. А, это камень. Значит, сюда. Музыка, музыка, музыка не трави душу. Нам не страшно, серый волк. Мы от зайчика ушли и от тебя уйдем. Так. Так, хорошо. Теперь ты дохляк. Ага. Так, хорошо. Все элементарно. Я не думаю, что здесь какой-то будет монстр, типа а-ля Угу. Вообще, сумасшедший, огромного размера. Нет, тут, видимо, игра не та, где можно было встречать. Вон, сейф прошел. И это хорошо. Это не та игра, в которой мы могли бы встретить огромного размера монстров, который бы он нас сожрал. Но тут совсем, наверное, все по-другому. Хотя, с другой стороны, почему нет? Мы же все-таки на другой планете. А здесь жизнь, видимо, есть все-таки, раз есть такие кусты. Так. Главное не нарваться. Главное не нарваться. Что ж там светит-то так в глаза прям? Светит и светит. Ага. Напоминаю, что белые кусты безопасны. Там пропасть у нас, и мы туда не пойдем. Мы туда перелетим. Я надеюсь, что мы туда сможем перелететь. Ага. Ну вот, наверное, оттуда и надо лететь-то. Так, здесь у нас окаменелость. Она нам не страшна. А здесь живой кустик. На, Теха. Ты че? Какая прелесть. Оба-на. Идем туда, куда надо идти. По сути, здесь она... Игра особо-то развилок и не дает. То есть мы идем туда, куда мы идем. А еще и подрисовывает зеленым цветом дорожку нам. Это как Гензель и Гретта. Кто сказки читал, или читали кому в детстве сказки родители, то помнит. Хлебную дорожку. На языке веб-разработчиков это Брейд Крампс. Хлебные крошки. Вот такие вот я вам секреты рассказываю. Хотя это, конечно, не секреты. Но кто-то, может, не знает. Может быть, кто-то изучает веб-дизайн. И применяет это каждый день, когда... Опа! Тихо! Тихо, твою мать! Напугала ты меня. Дьявол идет. Она еще и по-русски говорит. Накренеть. Это русская? Подождите, подождите. Она окаменела, эта херотень. Да? Нам надо ее обойти. Та блин! Я не видел там куста. Откуда он взялся? Так, погоди, погоди, погоди. Погоди, куда? Сюда. Все правильно. А, ну, сохранялочка прошла сейчас. Ай, ни хера! А, не, не, все, все нормально. Все рядышком. Все тут, все тут. Они меня называют дьяволом. Я не знаю, кто они тогда, если я обычный человек. Хотя люди же, блин, хуже зверей, на самом деле. Да, здесь красный подсвеченный. Я туда как дурак поперся. Ну, бабу увидел и пошел. Все правильно. Нихера себе тут... Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Там, где зеленое, нас не должны убить. Зеленый свет, это всегда хорошо, это безопасно. Да и в дизайне можно применять зеленый свет. Это очень даже радует глаз всегда. Так. Ага. Туда мы не пойдем. У нас вот зеленое что-то здесь есть. Так. Так, погоди. Ага, ну я понял. Залазим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ну почему ты упал? Почему ты упал, человек? Ты же должен был просто идти. Ну почему ты падаешь? Ладно. А, вот сюда аж, ни херена себе. Ага. Преодолели. И это... Как это там в мультике-то пили песни? Это-то-то-то-то. Мы переживем. Это в Леопольд. Ух ты, твоя мать. Что же такое? Угу. Мы туда пойдем. И нам, наверное, налево. В этой игре практически всегда мы идем налево, 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 прямо и вокруг. Так, сейчас будет выстрел. Бах. А тут что, наверх что ли? Ну да. Интересно. Темноте, конечно, здесь ни херена вообще, в принципе, не видно. Блядь. Не долетел. Я уж думал. Хорошо. Мы по пенькам пойдем. В темноте, в принципе, здесь хреновенько видно. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Я тебя понял. Спасибо. Вот так мы используем, в принципе, всех животных, растения. Сам человек, я имею в виду. То есть, по сути, сам человек представляет из себя огромную опасность для всей планеты. Потому что мы уничтожаем ее своими разработками. Те же автомобили очень сильно влияют на нашу природу. Выхлопы, шум, гам. Опа, привет. Привет. Что ты делаешь? Да иди нахер. Нахер. Нихера вот это да. Это не ого, Вася. Это нихера себе. Ёб твою мать, блядь. Это, может быть, какая-то ловушка. Чувак, это вариантов два. Либо эти существа умеют превращаться. Ну, короче, они под землей путешествуют. Либо сами корни могут создавать некую иллюзию, схожую для человека, чтобы привлекать внимание других. Типа, а, человек побежал другой, его прилег и сдох. Вот, я думаю, может, как-то так. Блядь. Слушайте, это жопа. Реально, как-то, ссык, у меня мурашки побежали. Я ее даже не видел. Я так заметил краем глаза уже. Охренеть. Просто охренеть. Давай, если ты увидишь, вот она стоит. И почему здесь не бабехи? Привет. А если я подойду, то я не хочу подходить. Это опасно, как-то, мне кажется. Давайте не будем, в принципе, подходить рядом к ней. Тут, ой, тут звезды. Я уже вышел на улицу, да, получается? Последний рубеж. Сохранялочка сработала. Отлично. Сохранялки здесь очень часто, поэтому, даже если вы где-то упадете, разобьетесь, убьетесь, или вас убьют, у нас город. То не страшно. Максимум, что пройти будет, ну, пару минут. Это максимум. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пять. Что такое пять? Красное сияние. Сияние у нас как, 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 охренеть. Северное сияние. Вы же знаете, что такое северное сияние, друзья мои? И где оно бывает? Ну, из названия понятно, что на севере. Это перепад, это мороз. То есть, огромные морозы создают вот такие магнитные поля. И... Опа, тихо. Похоже, что создатели портала перекалибровали портал с земли обратно в свой инопланетный домашний мир. И другие испугались. А, русские. Того, что может быть с другой стороны. То есть, у нас все-таки инопланетяне. Жопашные инопланетяшки. Хотя, может, конечно, они и добрые, и милые. Так, ты у нас это ничего не берешь. Брать-то и ничего не умеешь. Карманов у тебя, по сути, нет. Опа. Из-за колебаний мощности. Из-за колебаний мощности. Мы были не в состоянии пользоваться порталом. После несчастного случая мы решили подождать несколько недель и посмотреть, не стабилизируется ли портал. Этого не произошло. Более того, прошло уже много месяцев... Пока он трендит, я попью. И отправить кого-нибудь через него. И вот вчера, когда я проверял это устройство, я стал свидетелем чего-то, что меня в одинаковой степени взволновало и ужаснуло. Сквозь мерцающий свет портала на какое-то короткое мгновение я увидел фантастический инопланетный мир с невероятными архитектурными сооружениями. Похоже, что строители портала перенастроили его на новую цель их родную планету. Теперь нам лучше не стоит не пытаться путешествовать сквозь. Ясно. Ясно. Ясно-понятно. И я подозреваю, что нам придется с вами это все перенастроить и отправиться обратно на землю. Это что такое? Это ничего. Я так думаю. Может, конечно, я ошибаюсь, но цель-то у нас игры какая. Мало того, что мы должны выжить, мы должны разобраться в той ситуации, в которой мы очутились. О! Отлично. Мало того, что я говорю, что мы должны разобраться в этой ситуации и сделать все возможное, чтобы вернуться на землю и рассказать всем, что тут творится полный абзац. Ну, как минимум, задача сводится именно к этому. Я так понимаю. Так, что это у нас? Тоска по хлебу. Сегодня нам начали выдавать хлеб. Для нас это, конечно, не чуждый голод, подход. Но все-таки мы все думали, что этот этап уже давно остался позади. Где же все припасы? Почему нам не прислали еду? И если бы мы знали, что все так будет, мы бы посеялись злаково. И с такой бригадой, богатой растительной средой, мы смогли бы вырасти зерна для хлеба. Да, базара нет. Если здесь очень все хорошо растет, почему нет? Почему не растить хлеб, не выращивать тот же горох? Горох, чечевицу, гречку. Там, не знаю, гречу. Кто-то, кто как называет. Бобы. Бобы, кстати, заменяют по всем своим характеристикам и качествам, они заменяют мясо. Так, а здесь я... А, здесь я перепрыгну. У нас же есть двойной прыжок. Ага. Тройной, восьмерной. Ну, в общем, вы поняли, что у меня здесь в карманах полно воздуха. Тихо-тихо-тихо, подожгай. Тихо-тихо, охренеть, он летает. Ага, хорошо. А там реально высоко. Там просто высоко. И здесь высоко, и там высоко. Круто. То есть, игра передает это ощущение, когда ты находишься на какой-то определенной высоте и что, ну, туда, в принципе, опасно лететь. И объем. Игра очень хорошо передает объем, допустим, вот этих всех камней. То есть, я какая-то писюлька по сравнению с этим огромной глыбой, на которой я сейчас нахожусь. И это очень замечательно. Музыка потрясная, кстати. Вот она, мне кажется, для любых таких драм подходит в идеально. В идеально, так. В идеально. Идем, идем, идем. Так что, вот такие вот дела. Я не знаю, я не помню, вот я под тем дорожком бегал или нет, или мне предстоит все-таки бегать. Или это просто как часть, часть локации. Так, а здесь мне нужно наверх, правильно? Здесь мне нужно наверх, 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 наверх. Куда я иду, зачем иду разбираться в этих последствиях. Зачем я здесь вообще? Кто я такой? Песчинка. Какое у меня звание? Короче, жопа. Полная жопа. Я не знаю. Я еще раз повторюсь, что если ты не смотрел или твои близкие не смотрели фильм «Марсианин», это один из, ну, 2016 года, это помпезный фильм, посмотри. Он очень сильно напоминает сюжет этой игры, но там все-таки просто Марс. Ну, фильм бодрящий и очень крутой. Старый добрый кварц. Второй по распространенности минерал на планете Земля. Приятно видеть его здесь. Так, это кварц. Так, здесь у нас красное пятно, и мы туда не идем, потому что тут будет сейчас корни, которые меня убьют, а мне это не интересно. И видеть свои кишки, мне кажется, никому не интересно. Тут какая-то тень. О, красиво. Так, зеленая, зеленая дорожка, зеленая дорожка. Блин, как бомбовский, а? Прямо северное сияние, реально. Прямо круто. Хорошо, хватит наслаждаться видами. Мне нужно идти дальше. Куда идти? Да, иди ты. Слушай, а может этот свет, который мне и нужен, на него и идти надо? Погоди. Хорошо. Ага, ну да, все правильно, наверх. Все замечательно, все правильно, и мы идем наверх. Да, похоже, нам нужно идти... Да, это какой-то прожектор. Я вообще, вот я не удивлюсь, в принципе, если все это окажется самым большим разводом. То есть, я сейчас вообще где-нибудь лежу в криогенном сне, каком-нибудь, не знаю, в галлюциногенном сне, и все это мне кажется. Это прожектор, ну, как шоу Трумана. То есть, прожектор, как луна. Это был просто свет. О, смотри. Камень похож на голову. Вон глаза. Вот глазки, вот носик, вот рот, борода. То есть, голова такая. Нахренеть. Там кролик, вон, какой-то злой. Интересно, интересно. Я даже, я говорю, я не удивлюсь, если ты какой-то просто, не знаю, ну, может быть, испытывают что-то на людях в какими-нибудь, под каким-то... Я вам сохраняшечка. В нужном месте можно было бы просто упасть. Блин. Вы так просто быстро исчезаете, что я не успеваю даже заскринить вас. Северные сияшки. Северные сияшечки. О, а там на горе что? Хера себе. Какая-то капсула или что там? Кусок корабля моего, не моего. Ты видел? Вон он. Охренеть. Я туда и пойду. Я прям хочу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас будет нечто. Я чувствую жопу, что сейчас что-то начнется. Или это опять кобыла прибежит, скажет, это сатана, это дьявол. Не приближайся сюда. Да, возможно, это люди бывшие, но они скрестились. Я же не знаю, сколько прошло лет после высадки людей сюда, на эту планету. Может, тут уже реально сотни лет прошли, и эти инопланетяне совсем не инопланетяне, а местные жители, которые вышли из людей. Охренеть. Реально какая-то херобора, похожая на капсулу. Ебать, скелеты. Ни хера прикольно. Мертвые тела. Похоже, что русские не выжили. Блин, эти скелеты меня пугают. Меня тоже, брат. Эта мрачная сцена подтверждает гибель российских колонистов. Истлевшие тела демонстрируют, что большое число людей было зверски убито этими корнями. Может, эти враждебные существа также убили представителей интеллектуальной инопланетной расы, которая построила система порталов? Мне повезло остаться в живых, и это только благодаря тому моему решению следовать за женщиной. Но если странные находки, сделанные мной за последний час, указывают на что-то, она на самом деле может оказаться одной из них. И это не сулит мне ничего хорошего. Да, дружище? Я просто в ахере. Реально. Как бы так... Как бы так вас... Как бы так вас на скриншот-то... Я прям вот... А, вот так можно, да? Во. Отлично. Красиво, хорошо, страшно, зловеще. И это... Люди. Капец. Вообще, игра... Чем дальше влезть, тем страшнее, грубо говоря. Я записываю это сообщение в надежде, что когда-нибудь оно будет найдено. Наша миссия на этой планете будет понята. Это была мирная миссия. Мы обнаружили портал в Сибири два... Нет, 22 года назад. В 74-м году это загадочное устройство мгновенно переносило людей механизмы с Земли через космос прямо на поверхность этой планеты. Планета была полна жизни. Странная, но замечательная и красивая. С атмосферой, пригодной для жизни. Было решено, что этот мир должен принадлежать России. Так что самое удивительное открытие в истории человеческого было сохранено в секрете. Наши лидеры хотели простроить новое совершенно советское общество. Так что очень быстро мы создали здесь колонию с сотнями людей. В начале эта планета была очень многообещающей. Но через несколько месяцев наша научная группа обнаружила, что местная растительность умеет жизнь... А, угасает жизнь. Мы непреднамеренно принесли с собой вирус, который убил субстанцию, похожую на бактерии, которая покрывала поверхность планеты. Этот организм является основным источником питания растений и когда он умер, жизнь на планете умерла вместе с ним. Ну, почти вся жизнь. Некоторые организмы остались, но при этом ужасно мутировали. Они стали алчны до любого вида пищи. Мы потеряли почти всю нашу колонию по вине этих существ. Даже сейчас, когда я записываю эти сообщения, они приближаются. Мы отступили к верхней точке восточного ущелья. Мы надеемся достичь остатков энергетических установок, но это слишком опасно. Не знаю, сколько мы еще сможем продержаться. просто очень долго он читает, поэтому я его немножко перебил. Дружище, хватит. Отлично. Мы перелетели и это очень хорошо. Окажется, что мы не долетаем, да? Такое ощущение, что как будто мы сейчас... О-о-о! Я, наверное... Нет, 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 не все хорошо. Давай, 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 давай. Хорошо, молодцы, мы молодцы Так, немножко осталось, буквально еще чуть Она прям большая в размерах То эта херотень Да, давай, давай Да хорош там болтать уже Я уже все прочитал, все пацаны в курсе, все девчонки знают Так, она реально огромная Я думал, она маленькая Это не капсула, это, по-моему, какая-то антенна Да? Так Топливо для реактивного ранца заканчивается Режим усиленного толчка отключен Ну, значит, все, мы больше прыгать Нам не надо, в принципе, прыгать Поэтому, ну, как бы тут скрипты Игра заскриптована, поэтому Можно два часа простоять на месте Воздух у тебя не кончится Но в определенном месте он кончается Значит, где-то есть ранец с воздухом Все просто Реально, это огромная-огромная хрень Которые, что это? Это строение не похоже на созданное руками человека Может, это до него пытались добраться русские Миновав место розни, я наткнулся Резни Я наткнулся на огромное здание Оно не похоже на сделанное человеческими руками И почти наверняка было построено создателями портала Может, это именно то, до чего русские пытались добраться Если так, то они подошли близко к своей цели Очень трагично Я собираюсь продвинуться еще немного дальше А затем немного отдохнуть до утра Очень интересно, как это мы собираемся отдыхать до утра Друг мы У нас появится новая возможность отдыхать Спать Очень хорошо Так, реально Ух ты Это прям какой-то Кристалл Так, стоять! Стоять! Теперь надо думать, как эту хрень обойти Не с одной стороны, так, наверное, с другой Луч Ты мне скажи, куда мне идти? Так, я вижу зеленую дорожку И это тоже Это очень хорошо А это строение, наверное, ну оно Изучению не подлежит Видимо, это просто часть Локации, часть декорации Очень круто А вот дорожка ведет нас вверх Наверное, как раз с той стороны Опа, 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 опа Че это? А, это я типа отдохнул Кера себе Клево И куда мне бежать? Так, ну туда, понятно, я не бегу Что-то давно не появлялось Наш красотка Опа Началось Так, братан, я тебе помочь ничем не могу Давай-ка ты А, нет, я сейчас сам, что ли, буду? Блять Тихо-тихо О-о-о-о-о Спаси меня, зеленоглазая Ты очень красивая женщина Спаси меня А, она здоровая Ух ты, ножки-то какие Хера Как тебя зовут? Ты где? Ты мне жизнь спасла Как тебя зовут? Ты где? Вот дает Она спасла меня Но с какой целью? Да потому что, друг мой Эта женщина видит Что мы Не Преследуем ее с целью Уничтожить Мы не преследуем В принципе И каких-то целей у нас Навредить чему-то здесь На этой планете В принципе нет Мы хотим разобраться В ситуации Мы хотим понять Что нам сделать Чтобы исчезнуть отсюда Мальчик в лесу Я больше не узнаю Этот мир Меняющийся вокруг нас Он становится Все темнее И мрачнее И с ненавистью Реагирует на наше присутствие Мой сын Коля Прибежал ко мне На прошлой неделе И рассказал Что он увидел В лесу мальчика Который пытался Заманить его Глубже Глубже в чащу А потом ударил его Веткой по лицу В лицу Рана его на его лице Является доказательством Хотя это может быть Просто история Выдуманная им Чтобы скрыть свой позор Коля клянется мне Что тот мальчик Выглядел в точности Как он И я склонен ему верить Не знаю Мы ли создали этих чудовищ Или просто разбудили их Но я точно знаю Нам тут совершенно Не рады Вот это то Что я говорил То есть реально Существа Вот эти вот корни Скорее всего Наверное Как-то могут Дублировать Людей Это Где-то я такое видел Из какого-то Это фильма То есть Они завлекали Не знаю Пишите в комментариях Если вдруг Поняли о чем речь О каком фильме Это какой-то По-моему Старенький фильм Где Некие существа Копировали Людей И завлекали С целью их Умерщвшления Умерщвшления То есть Вот какой-то Вот он Стоит Тварь Оп То есть Ты видишь Да Я Если бы сейчас К ней подошел Она бы меня Просто схавала Просто сожрала К чертовой матери И все И я бы Сохранился Вернее Загрузил игру Дальше Эти существа Принимают ее форму Ну да По-видимому Корни способны Принимать Различные формы Они поняли Что я следую за женщиной И начали принимать Ее форму Чтобы заманить Меня в свои ловушки Или она их контролирует Взаимодействие с ними Каким-то образом Не могу понять Я никогда бы не поверил Во все это Если бы не испытал Это сам Но моя вера Не имеет большой ценности Я до сих пор Не понимаю Что здесь Сука происходит То есть Я был прав Там моя теория Все-таки подтвердилась И это существа Не существа Это просто корни Которые Манят Заманивают нас В свои сети В ловушки Чтобы они Они короче Жрут все подряд И питаются Видимо соками Жизненными То есть И высасывают Кровь Там Влагу Мы же Как бы состоим Из воды На 70% Поэтому Мертвый лес У нас Давай продвинемся Продвинься вперед И уберись Вот Зеленая чешуя Что это И Это должно быть Не самый Необычайно Красивый лес Еще одно Доказательство Того Что эта планета Была когда-то Обитаема Я наткнулся На останки Огромного леса Как и показывали Наши разведательные зонды Это был мир Каждый полон Разнообразных Жизненных форм И стабильных Экосистем Ага Ну клево Че Клево Не забываем Про корешки Которых здесь Сейчас будет Многое Чувствую Это же все-таки Лес И корни будут Корни будут Тупо Да ты Заколебал Там слать мне Всякую херню Кто бы ты ни был Так Окей Не знаю Как вам Но мне реально Очень Ну Очень интересно Именно такие игры Они не напрягающие Они Дают Разум Для Размышлений Вернее Пищу Для размышлений Для Пищи Для мозгов И мысли Для Разума Все это Не просто Игры делают С какой цель Понять Что мы Все-таки Мы можем Быть не одни И Что мы Сука Творим С нашей планеты Вот посмотрите Что бы мы Ты мне предлагаешь Сюда идти Охеренеть Корни шевелятся Дружище Как-то Странно Прямо В лесную Чащу Меня Заманивает Странно 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 Тут прям Очень ярко Че это А что это Такое Камни Какие-то А у нас же Есть Какая-то Херня Ну-ка Как Как тебя Включить И Я уже Забыл Все Ну-ка Так Погодите А как Как Включить Нет Сейчас 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 О Так Окей Так Хорошо Погоди 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 Как Там У нас Есть Какая-то Рука Которую Помните Мы Доставали Вот Очень Похожие Камни На Вот Эти Так Ну Здесь У нас Ни хера Нет Я не знаю Что Это Такое Вряд Ли Это То Ой Он Его Берет Так И Куда Нам Ити Ну Ко Пошли Ко Сейчас Я Чувствую Раступится Деревья Ну Ко Смотри Нет Нет Бери 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 Камень Ну Ко Пошли Куда Нам Надо Его Положить Я Прям Уверен В Этому Ну Вот Куда Ко Сделай Вид Как Прежде Некие Камни Которые Видимо Дают Почве Рост Куда Я Пошел Вот Я Реально Убегаю Куда Очень Далеко С Камушком В Руках Ну Ка А Здесь У Нас Тупиков Нет Нет Да Здесь У нас Тупик И Здесь У Некуда Залезть В Принципе Ну Ок Тихо Тихо Не падай Нормально Все Разберемся У нас Три Камня Куда Их Вставлять Куда Их Вставлять Куда Их Вставлять Так Хорошо Будем Думать Че Нам Делать Будем Думать Искать Ворошить Мозг Так Ну Смотрите У нас Зеленая Тропинка Прерывается Здесь Ну Ка Если Эту Херню Оставить Ой О Хера Себе Вот Это Да Вот Это Хорошо Они Ее Жрут Какая Прелесть Бери То Нам Надо Будет Проделать Это Три Раза Три Больших Куста Три Камня Ну Я Так Думаю Так И Есть Да Стремный Лес Конечно Я бы сюда Наверное Никогда В жизни Не забрел Так Стоп Не Ну Тут Там Можно Обойти Наверное Ну Да Смысл Тут Я Обхожу Нормально У меня Здесь Никаких Вопросов Не Возникает С Этим Тут Зеленая Дорожка Идет Сюда Ведет Нас О О О Я Уже Обратно Не вернусь Вдруг Ты Мы А там Точно Туда Надо Идти Ну Давай Пойдем Я Не Уверен Что Не Все Правильно Все Оказывается Правильно Но Я Камень С собой Несу Все Таки Не знаю Может Пригодится Может Нет Может Быть И Пригодится Не Зря Там Их Три Их Ж Потерять Ух Ты Да Ты Зад Драл Реально Капец Вот эти Ночные Сообщения Непонятно Для кого Так Окей Очень Похоже Это Все На Ой Должно Быть Это Были Создатели Портала Они Кажется Разумные Существа Но Они Так Похожи На Корнеобразных Тварей Кем Бы Они Не Были Они Явно Не Выжили Э Как Так Камешек Улетел Ладно Был Без Камушка Че Нам Не Впервые Я Говорю Очень Похожи Все Эти Корни На Имбири То Корни Имбиря Все Это Прям Смахивает На Это Даже По Цвет Плохо Что У Тебя Дружище Нет Плеера Сейчас Бы Запилили Музыку Как Сделал Марсианин В том же Фильме Очень Неплохо Очень И Ну Как Смотрится Все Это Конечно Интересно На Фоне Марса Играет Диско Ну Круто А Для Фирмы Марсианин Кстати Были Применены Настоящие Снимки Марса То Есть Была Воссоздана Поверхность Марса В фильме По Реальным Снимкам Марса Планеты Марсоход Как 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 Там Вот Это Звуки Пошли Интересные Так А Здесь Я Пройду Ну Пойду Наверное Пройду Прошел Ой Стой 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 Погоди Так Ух Ты Нихера Камни 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 Тоже Живые Что Ли Вашу Мать За ногу Это Капец Он Видел Рычит На Меня Прям Охереть Про Камни Мне Нито Ничего Не Говорил Возможно Где-то Профукал Записку Про Камушек Ну О Новые Растения У нас Появились Смотри Опасно Или Нет Чую Опасно Жесть Конечно За Скриншотом На Всякий Случай Фу Они Да Они Очень Делают Мерзкие Рычания На Меня Воссоздают Звуки Усугубляющие Мое Положение На Этой Планете Реально Клево Стремно И клево Ну Вот Два Ощущения Когда Все Таки Мы Психи Конечно Люди Мы Воспринимаем Страх Как Некий Восполняем Вернее Отсутствие Адреналина В крови Именно Страхом То есть Поэтому Мы Любим Все Ужастики Мы Любим Скорость Мы Любим Не Знаю Прыжки С мостов Ну Вот Все Это Все Те Вещи Отсутствие Адреналина Банальное Когда Люди Были Не так Развиты Как Мы Сейчас То есть Была У нас Допустим 19-18 Век Адреналина Людям Хватало Вполне Потому Что Были Было Очень Сильно Развит Ручной Труд Были Дуэли Были Шпаги А Сейчас Что Нажал На Кнопочку Бомба Улетела Какие Драки Зачем Драки Нужно Нужно Застрелить Кого Нибудь Пожалуйста Есть Автоматы То есть Не надо Выцеливать Потому что Были Мушкеты И Выстрел Один Раз Выстрел И Надо Перезаряжать Ну Короче Жопа Тихо 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 То есть Был Адреналин Потому что Выстрелив С мушкетой Промазав Ты должен был Очень Быстро Перезарядить А это Занимало Я так понимаю Ну секунд 15 Примерно 10 Как минимум Так По этому Говно Я должен Пробежать И Прям Быстро Быстро Получается Да Нет Он не Закрылся Ну да Ладно Так Стоп А я могу Туда Еще Пропрыгать Нет Не могу Там Нету Дорожки И там Очень Крутой Подъем А Че Ты Так Рычишь Это Не Деревья Рычат Сто Процентов Это Что То В 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 Обстановочка Накаляется Обстановочка Прям Такая Напряженная Никаких Записок Тут Нет А этих Деревьев Все Больше И Больше Я не Знаю Вот Реально Если бы У меня Был Какой-то Шагомер Вот Сколько Я Сколько Интересно Прошел Кометров Пятьдесят На Минимум Уже Пробежал Чувак Этот Да Больше Он Бежит 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 Там Уже Скафандр Наверное Все в стекло В сапоги Реально Так Окей Тут у нас Тишина И покой И ничего Нет Нам Надо прыгать По этим Деревьям Я В ахере Хорошо Пропрыгиваем По деревьям Нам То Не Впервые Правильно Понимаю Я Сюда Бегу Так Ну Как Бы Наверное Или Я Отсюда Пришел Я Запутался Да Я Отсюда Пришел Да Я Отсюда Пришел Извините Нам Надо Налево Сейчас Прямиком Налево Сюда Наверх Тихо 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 Так Сюда Он Не Запрыгивает Да Сюда Не Запрыгивает Значит Нам Вот Сюда И По Деревцам Ага Все Все Верно Все Четко Раз Сохранял Значит Тихо О Охуеть На На Недолго Нельзя Останавливаться Они Вот Как Так Да Хавают Ебать Копать Ебало Жаба Гадюку Это Жутко Конечно Фух Это Было Не Очень Приятно Когда Под ногами У тебя Какое Живое Существо Еще И Желающие Тебя Просто Сожрать С Говном Ага Хуй Тебе Не Такой Уж Ей Простой Хоть И Американец Так Окей Не 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 Вы Меня Не Сожрете Нет Я Подальше От Вас Любим Любимчиков Телец Человеческих Убегу Но У вас Вже Говорится Опачки Опачки Это Что То Новенькое Это Что То Новенькое Это Походу Похоже Это Вода Лед Какой То Или Какая То Я Не Знаю Что Это Может Быть Ты Понял Ты Слышишь Еб Твою Мать Похоже Я Конечно Сглазил И Все Таки Здесь Есть Какое Огромное Существо Которое Придется Мне От него Убегать Скоро Я Чувствую Тихо 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 Нет Не Навернись Воздухом Давно Не Заправлялись Так Погоди Блин Вот Звуки Да Звуки Жесть Вот Именно Есть Есть Хорроры Которые Пугают Тебя Постоянно Скримерами Какими То Есть Хорроры Которые Нагнетают Обстановку Ит гораздо страшнее На самом деле Чем Крики И Пердеж Со стороны Не знаю Страшные Лица Выскакивающие Из углов Это тоже Страшно Конечно Я не спорю Но Тихо Блять У меня мурашки По коже Пацаны Ты слышишь Реально Кто-то Кто-то Прям Ходит Блять Страшно Епала Жаба Прям Шаги Что же Это за Херня То А Я не Хочу Ни с кем Сейчас Встречаться Тихо 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 Подожди Не 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 Тут Вообще Текстуры Ни Хера Не Видно Куда Бежать Не Понимаю Что Нужно Преодолеть Это Говно Все Пипец Прям Шаги Прям Просто Шаги За Спиной Поворачивать Никого Нет И Шаги Пропадают Фух Это Просто Жопа Это Самая Страшная Пока Часть Которая Которую Я Часть Этой Игры В Которую Я Играл Начало Игры Было Таким Типа Прогулка По Поверхности Планеты Симулятор Бега Ну Опа Портал Ёб Твою Мать Он Здоровый И музыка Другая Заиграла Опачки Опачки Ну Пошли Я Надеюсь У меня Здесь Не Схавает Никакая Сороконожка Был Такой Старый Старый Фильм Назывался Он По-моему Враг Мой Восемьдесят Какого-то Года Там Про пересматривать его смысла нет он он будет по сути ну как минимум ну вернее максимум что вызовет это улыбку наверно но для того времени вот у нас есть какие-то панели управления обесточены найди способ восстановить питание так у нас провода тут хорошо сейчас чем придумаем портал портал нашли нет хорошо портал что и состоит из каких-то нихера вот он здоровый тут он здоровенно охренеть портал каким-то профилем металлическим надо бежать на она вокруг посмотреть чё к чему так много ну да что-то там есть так лестнице здесь у нас наверх никаких так ищем 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 здесь у нас ничего нет короче идем обратно идем за взад такая тишина сразу то есть перед решением каких-то задач у нас музыка уходит на второй план или вообще и не мы не слышим в принципе так а здесь колючая проволока но здесь можем под не пройти так ну а тут естественно естественно чё там написано внимание опасная зона чё это кол не берет его хорошо вот такие хрена тени я уже видел где там музыка про которую я говорил что ее нет она опять появилась вон у нас далеке лежит штуковина как которую надо применить на для чтобы был ток ты понял да а мы я же помню шляп икс так тихо 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 вон он а вон он наш ёп твою мать так в в как тебе а в вперед и назад все так ну тип того они все вот вот сюда надо положить я уже забыл вон в ту херню в которую так он не достанет вдруг мы тихо 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 а почему ты подходишь именно с этого ракурса мудозвон именно с этого ракурса подходит и хоть ты умри ну да он только с одного ракурса подходит я не могу никак это не могу с ним ходить подожди вот вот сюда надо эту херню положить по чуть такое как это дырка в земле вот и идиота и уж можно в руки брать тихо тихо нет он туда не падают туда просто тупо не падает а почему корни не жрут эту херню погоди ладно у нас это херня не работает значит я надо положить другую вот в эту может быть возможно сюда нет нет так пошли положим туда это замут так пойдем он из как бы источник энергии скорее всего ну и чё обесточено так чё же там сделать то надо ладно мы сейчас вернемся через секунду к вам друзья ну да как я и предполагал надо было просто положить его внутрь но почему-то у нас первого раза не получилось но последующие разы поторопился поторопился обрадовался что все получилось и побежал на крышке так ну туда уже можно не идти у нас ага вон зеленый кабель все ток идет так окей но я не думаю что наступать можно этот кабель поэтому мы не будем баловаться и наступать на оголенные провода смысла в этом никакого нет друзей вам не советую загадка была не очень сложная но потребовала каких-то блин усилий открывай вот я опять переключился на джойстик потому что управлять могу это просто льютой конструкция а крови щи тут просто нереально ну Ну, я не знаю, чего вы тут занимались, друзья. Прощай, моя надежда, покинуть эту планету. Ты видишь? Девчонка-то, с нами уже общается. Девчонка-то, с нами уже общается. Запас кислорода. Но что потом? Ладно, все по порядку. Так, началось, да? Воздуха у нас нет. Хера у нас нет. Портал сломан. Куда идти? Обратно? Тебе имени приятного. Там что-то есть. Тихо, подожди, ноги, о твою мать. Радио. Пускай трындит. Когда местная растительность вымерла и жизнь ушла отсюда. Надежда, что мы когда-нибудь возвратимся в Россию, в наших силах, также погасла. Конечно, это произошло не в одночасье. С течением времени портал стал постепенно плевнуть. Чем больше мы приспосабливали этот мир для наших удобств, тем более опустошенной становилась окружающая нас среда. В конце концов, портал начал имитировать окружающий мир и стал сопротивляться. Сначала это были просто небольшие аварии в процессе транспортировки и снабжения. Мы предположили, что это какие-то флуктуации, ведь мы имели дело с технологией, которую только что обнаружили. Так что для того времени это было вполне разумное заключение. Наши теории подтвердили свою несостоятельность, когда группу колонистов постигла та же участь. Запекшиеся силуэты того, что было раньше людьми и платформа для пребывающей вся в крови. Это ужас. Мы никогда не сможем стереть это из нашей памяти. Москва так больше ничего и не прислала. А мы были слишком напуганы, чтобы испытать судьбу. И теперь мы находимся в ловушке этого умирающего мира. В могиле, которую сами для себя и выкопали. Лады, вы зассали туда нырять. И вы, наверное, сами и сломали все это, да? Все, заткнись. Мы уже и так все поняли. Так, это что? Это динамит. Динамит. Так, а что взрывать будем? Что реально? А что взрывать-то? Даже не подозреваю. А что можно здесь взорвать? Ну-ка, друг тому, любезный, ну-ка расскажи мне, что взрывать? Так. Хорошо. А попробуем почему-то, мне кажется, вот эту вот херню. Ну, я кидаю, а толку никакого. Так. Ну а что взрывать-то? Да бери, бери, бери. Все-таки на мышке с клавой играть удобней. Че взрывать-то будем? Теоретически. Да нет, они обе поломаны. И обе поломаны так. Одинаково как-то. Я даже не представляю, что здесь можно, блядь, взорвать. Вы че? Куда идти-то? Идем, 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 идем. Так, ну там вообще пропасть, насколько я помню. Динамит. Смысла здесь никакого нет. Тут мост. Вот. Вот оно че. Все, я понял. Че взорвать? Я понял. Все, пошли. Ну вот на этот мост надо залезть и вперед из песни. Сейчас мы быстро добежим. Правильно я понял? Только может быть... Так, а взорвать его-то как? Вот здесь? Нет. Как-то, я не помню, он, по-моему, если нужное место, он, когда кидаешь, он сам начинает вести отчет. Вот, кажется, как-то так. Ну-ка. Ну-ка. Да подожди ты. Че ж воздуха, блядь, сейчас в любой момент, как захерячит у меня воздух. Нужно подвинуть, подвинуть эту платформу. Куда, блядь, тебе подвинуть? Ну? О! Еб твою мать, я же говорю. Ну-ка. Бум. Ну, бумка, бумка. Пах. Ха-ха-ха. Хватило и одной таблетки, как говорил великий Папанов. Достаточно одной таблетки. Вот. И мы бежим. Сейчас кислород. Чпунькс. И все. А мы с вами еще продолжаем пока. Еще. Так, давайте еще немножко продвинемся и на этом закончим. Бегу, бегу. О-о-о-о. Началось. Зачем ты мне сказала беги? Так, ну сюда, наверное ж. Блин, беги, я к ней бегу, а там камни. Охеренно. Вот деваха дает. Я знаю, спасибо. Ну, музон заиграл. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, ветер сдувает нахер. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стой, 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 возле камня. Нихуя ебать. Да вы успокоитесь там, смс-чники Так, ладно, это долго ждать Мне кажется, надо просто бежать, да? Ну да Прыгать, я думаю, нельзя здесь Вот у нас ветер добавился Даю Ты, блин, коза Спасибо, конечно Ну я и так бы В принципе, я думаю, заметил бы эту корягу Чую я, мы сейчас с ней сдружимся Встаю Спасибо Да хорошо Жду Иду, иду, иду Ну вот дает, а? Помогает Это круто Она поняла, что я хочу съебаться отсюда И она тоже хочет, наверное, съебаться И нам надо починить портал Не знаю, насколько это у нас получится Хорошо, хорошо, хорошо Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля Не трясись так нахер А что было-то? Кто упал? Я не упал Это самое главное Стой, подожди Ее лево, мое право Вижу, как это работает Чего? Да заткнись ты Давай, давай, давай Налево, налево Левее, левее О-о-о Это круто Если я туда упаду, будет совсем не весело Так, я сюда иду вообще По отвесным скалам Так, стопе Тихо Сейчас к ним к херне упадет И я умру Вот стопудов Тихо, подожди Ага Тут я знаю, как Оп Оп Вообще легко Легкотнюшечка Лишь бы камнепада не было Это вообще плохо Нахер он нужен Это, блин Оползнете Так, здесь Да знаю, я хотел Посмотреть Налево, блять Нельзя посмотреть, что ли О-о-о Ебать Высоко Так, друж Дружище Ты, бое Ох Ёб твою мать Вот это нихера себе Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо Не-не-не-не-не-не Мы пройдем Мы пройдем с первого раза Мы герои Мы хорошие бегуны Отлично, мы прошли Сейчас будет сохраняшка Сто процентов должна быть она здесь, именно здесь Там какие-то, блин, капец Страшные тени Ой Я забыл, что у меня нет прыжка Двойного, тройного, пятерного Туда я точно не допрыгну Пошли вниз Так, а здесь надо Чего надо здесь Тут я не буду прыгать, пошло-то в жопу Ага Сосать Тут надо именно по ним прыгать Охереть, там ветер дует Как это? Ну-ка, погоди мне, объясни мне Он увидал? Ёб твою мать Ой-ой-ой-ой-ой Ну, это, в принципе, надо... Помучиться немножко И ветер дует Ветер в харю, а я шпарю А не, все легче, чем я думал Глаза боятся, а руки делают Знаете, да, такую поговорочку? Угу, отлично Геройские попрыгушки Еее Мы в ее логово, походу, бежим Ничего Но нас чайком сейчас угостит Здесь какой-нибудь мега травы От которой я поймаю кайф И буду спать, как убитый Так, тихо-тихо-тихо, подожди Так, нам куда? Вниз? Э, ты где? Ты где, вообще? Охереть, пропала Ну, видимо, ее помощь мне здесь больше не нужна Поэтому она и пропала Так, окей Видите, все пишут и пишут и пишут Что-то я здесь неправильно куда-то пришел Ага, все правильно Ааа, бля-бля-бля-бля-бля Нет-нет-нет Да залазь Ага Так Ну, хорошо Ебать Вот оно Сработало А я думал, прыгать надо Ай, бля-ть Можешь залезть нормально Да ты можешь залезть нормально, друг Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон Хорошо Постоянно нужно помнить обо всем То есть ты куда-то падаешь То есть и корни, и шморни Помогают они Вроде и убивают, но и помогают тоже Зеленая дорожка О, муза пошла Муза не хочу никаких приключений я хочу поспать сохраняшка прошла о круто вообще вообще круто тень очень мне нравится когда ну огромные то есть локации с огромными какими-то механизмами прям это я вообще от этого тащусь сразу понимаешь насколько ты мал насколько в принципе человек ну мелкие мелкое существо погодите так я оттуда вроде вышел в начале уровня ну блин ладно ну между да или нет разберемся а вот и кислорода они чё это лифт лифт здесь да о зеленый огонь вымирает хотя недавний выброс медных частиц в атмосферу после взрыва и способствовал замедлению роста растений это не могло стать причиной того обширно распространяющегося вымирания которое мы наблюдаем по всей планете возможно это связано с порталом последние активации были достаточно беспокойны да также флора и фауна планеты в последнее время стали неустойчивыми самые самые крупные виды живых существ стали гораздо более агрессивными после нашего вмешательства боюсь что мы перешли приемлемые границы проводя наши эксперименты были растения всегда так всегда такими злыми или они просто сердятся из-за наших неудач я думаю блять человек все вечно испохабит настолько что потом тут у нас поломано все я вряд ли до сюда достану даже в прыжке ну да он не цепляется так пойдем посмотрим чуду есть о хорошо а теперь мы достанем ну-ка иди сюда зеленая все таки все о какая прелесть ну-ка погоди давай-ка возьмем с собой ну пошли я так думаю что она будет что-то включать снова энергии энергии я имею ввиду включительно будет снова может быть даже где-то наверху часто я видимо допрыгну до туда до лифта тихо точно тихо подожди держи его в руках крепко держи возможно нам надо будет их целых три потому что фигня то огромных размеров и к одному камушкам может ей не хватить хотя может и хватит тихо подожди ну да будем сейчас запихивать так подымай и запихивай убирай чё все не тут походу сейчас будет какой-то лазер вон он стухер о там что-то загора загорелась уже ну да луч видимо его не хватает ну хорошо пошли ща мы чем-нибудь замутим да его наверно видимо не хватает чаще еще сейчас дружище погоди там их три ну я думаю два точно надо будет вот и сюда я очень сильно надеюсь что нам никто не помешает провернуть наши дельцы с камнями ну мало ли неожиданный приход какого-нибудь неадекватного инопланетяшки который захочет меня просто выкинуть и сказать что ты дружище конечно красавчик но вали кота отсюда по добру по здорово пока я тебя не убил так погоди бери 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 блять бери его не стой фух сейчас запихну еще одну надеюсь это поможет только не говорите меньше нужно туда бежать хотя тоже ворота тоже ворота я туда помню выскочил в начале этой локации но уровня этого второго прохождения мы во втором прохождения как раз там и бежали тю 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 так подымай запиндюривай ну нет судя потому что она валяется ей тут одной хватает вполне энергии да интересно выходи сюда и давай уроним ее вот здесь пускай она тут и лежит хорошо мы что-то включили и чем ничего нам надо сделать теперь ну судя потому что камень 2 не кладется туда давай не будем использовать я сейчас поставлю на паузу и вернусь к тебе когда поставлю туда три камня ну вот и вот и наш третий камушек попробуем все таки положите все три туда мало ли может быть нам откроется какой-нибудь очередной открывайся закрывайся иди сюда иди сюда тихо 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 ну и туда да три камня подряд ну что-то поменялось или нет вообще ничего не поменялось по моему так ну возможно нужно бежать туда аж здесь я положил камни а ворота наверно там как-то открываются или что сейчас добежим и закончим серию я чувствую на этом вернее мы сейчас туда добежим и наверное что-то произойдет ну и мы завершим наше приключение в этой серии на сегодня мы и так столько всего сделали что ужас ужас много-много луч есть да луч он вон он туда проходит посмотрим чё что нам удалось из этого всего так здесь мы сейчас попрыгаем туда пропрыгаемся да музыка все правильно я так и думал что нам надо будет так 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 нет 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 не заебывая вот дуракок дуракок Не, он не летит туда, блядина Ладно Ага, ага Хорошо, молодец Так, окей Отлично Подымайся, подымайся, подымайся Иии О, тут очередная загадка у нас, да? Нажми 6 камушков Точечек О Так, зеленая Зеленая Нет Зеленая, зеленая Красная, зеленая, зеленая Тихо, 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 подожди Вот это, наверное Вот Там, где красные кнопочки Не стоит нажимать их Всего 6 кнопок Правильных 3 Правая Верхняя Нижняя Правая И левая Крайняя Верхняя По сути, все Ну вот и все Мы пришли на очередную локацию Девушка Девушка Вот ты где? Встречай Где наш чай? Горячие источники Ну все, друзья На этом мы закончим Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Мне очень будет приятно А вам не тяжело Меня зовут Дмитрий Вы смотрели канал Играю И это была игра Life, Life, Planet И мы продолжим В следующей части Разбираться В этой тяжелейшей ситуации В которой оказался Наш замечательный Американский астронавт Всем пока Добра-бобра Пока Субтитры сделал DimaTorzok